добрый вечер сегодня мы с вами поговорим о марсе о планете которая является значимой для особенно для мужчин для девушек тоже марс это энергия активности жизни это сила движения сила достижение цели целеустремленность марс это естественно огонь и вот сегодня мы с вами поговорим о том во первых что такое марса и марс сейчас перешел в сосвестия скорпиона согласно древнеиндийской астрологии джиотиш сегодня у меня уже исполнился марсар что это такое сейчас мы тоже узнаем у меня тут мы проводим эфир вдвоем с котом кота феи чем вот он сразу как только чувствует что я буду проводить эфир всегда прибегает ложится вот сюда вот мне на ноги так что привет от моего кота я постараюсь быть короткая сегодня во время нашего эфира мы во первых узнаем об энергии марса как сгармонизировать марс потому что марс это война марс это конфликт это огонь это пожар как сделать так чтобы держать контролировать держать в узде этот огонь это не обуздую или как сказать трудно управляемую энергию это эмоции а эмоции бывают захлёстывают когда ты сам себя начинаешь так вот накручивать или чувствуешь как некая сила извне начинает накручивать да вот так то есть можно на самом деле эмоции любой конфликт можно из из маленькой спички сделать огромный пожар вот это вот марс и сегодня я поделюсь с вами практикой работы с эмоцией только что делать когда вы чувствуете что у вас начинает запускаться вот этот эмоциональный поток или шар или огонь что делать чтобы не допустить этого и самое главное благодаря этой практике мы с вами узнаем как можно не расплескивает свою собственную энергию а каким образом можно становиться еще сильнее еще наполнение даже если вы эмоционируете поговорим мы об этом сейчас прям в это в это в этот вечер ну давайте начнем с того что такое масса соляр возможно вы слышали такое слово соляр поставьте плюсики кто слышал соляр соляр это новый год для каждого из нас новый год бывает для в планетарном масштабе это время зимнего солнцестояния новый год бывает аграрный до весеннего равноденствия а также новый год у нас есть учебный финансовые финансы кстати отмечается в ирландии 1 ноября и есть новый год для каждого из нас свой личный новый год это день рождения ну что кто знает что такое соляр нет не знаете да хорошо давайте с вами узнаем соляр это . или то точное время возвращения солнышка в ту же самую минуту и градус как и при рождении то есть если у вас день рождения скажем у меня 4 декабря то соляр не всегда отмечается 4 декабря это может быть немножко раньше немножко позже а также соляр рассчитывается еще в зависимости от того где вы будете находиться ну например я родилась в грузии но сейчас свое свой день рождения буду отмечать на мальдивах и соляр рассчитывается относительно того местоположения где вы будете находиться у меня есть целый курс 12-дневный марафон записанный для людей которые хотят осознанно встретить и провести свой соляр то есть первые 12 дней это запуск вашей программы на целый предстоящий год поэтому важно и очень хорошо делать это осознанно вижу друзья присоединяется дима привет так вот мы поговорили о соляре 12 дней до соляра мы завершаем наш уходящий год 12 дней после соляра это построение предстоящего года и что же такое марсар марсар это возврат марса в ту же самую минуту и градус в то же самое местоположение как и при рождении это случилось у меня сегодня то есть это все высчитывается естественно то есть вы можете у вас может быть свой собственный астролог что очень хорошо когда вы имеете своего астролога и он вас консультирует можно рассчитать и узнать вот это вот это точное время день и время возврата марса что же это означает когда возвращается марс в точку вашего рождения примерно это случается раз раз в два года сейчас марс в данное время перешел созвездие скорпиона он в своем собственном знаке давайте поговорим сейчас о марсе для того чтобы узнать что означает марса мы поговорим непосредственно об энергии марса марс управляет двумя созвездиями это первое созвездие овна и восьмое созвездие скорпиона если овен это огонь то скорпион это вода вы представляете планета которая управляет стихией и воды и огня одновременно о чем это может говорить представьте сейчас скорпион и огонь вместе с водой пар да прежде всего пар то есть те места где происходит баня естественно горячие источники вот мы были в мае в мае месяце в местечке маникаран в гималаях там прям ярко такое марсианское место где из-под воды не просто идут там теплые источники прям бурлит вот прям с газами выходят потоки горячей воды вот это вот тоже марс марс это энергия если брать давайте просмотрим с вами овен кстати овен ну да если я сейчас прошу если он на среди нас то скорее всего вы будете говорить это согласно классической астрологии а я сейчас опираюсь на астрологию джиотиш и это большая разница поэтому если брать овна то марс который управляет овном это дает лидерские качества первопроходец даже не не столько лидерский как именно человек который идет вперед который ведет за собой который то и протаривает дорожку то есть начало и вот поговорим сейчас о марсе который находится скорпионе данное время о чем это говорит какая какая энергия и солнце сейчас тоже находится скорпионе то есть в данное время три планеты солнце меркурий и марс скорпионе и давайте узнаем что можно делать или какие практики можно делать вот кто сейчас присоединился на прямой эфир оставайтесь до самого конца я поделюсь практикой трансформации эмоций то есть что делать как становиться сильнее когда у вас появляются эмоции обычные эмоции это слив вас вот вы начинаете накручивать себя и что происходит вы сливаете тому кто провоцирует вас а мы с вами как осознанные люди как волшебники будем действовать по-другому и благодаря этой практике вы почувствуете что вы не просто не сливаете энергию вы становитесь еще более удачливым мудрым богатым здоровым вот к чему нам нужно идти и с каждым годом нашей жизни мы должны ставиться еще более мудрыми более здоровыми более богатыми если брать скорпион сейчас марс находится в скорпионе то это энергия перерождение это энергия как я еще говорю баба яги потому что именно баба яга является той покровительницей знака скорпион то есть это баня это темнота и жар до темно и в то же самое время жарко по поводу марса марс у женщин когда сильный активный марс а я замечаю проводя консультации что у очень многих женщин кто приходит ко мне по крайней мере у многих славянок у нас активный марс мы с вами можем и коня на скаку остановить мы с вами можем многое вот это в нашей культуре такое есть в культуре индии или женщин востока вот я жила на бали 9 или 10 месяцев в индии много путешествую и скажу что женщины восточные вот непосредственно индия непал шри-ланка восточные где я была где жила они мягкие они намного мягче я не говорю что они ничего не могут делать и не в семье могут тоже отстаивать свои права но это в зависимости конечно же от обстоятельств но они очень мягкие женщины у них речь как реченька я вот впервые когда попала в индию я услышала настоящую речь и поняла почему речь называется речь потому что речь из уст индийских женщин она течет она очень мягкая она она красивая она текучая вот мы как женщины больше говорим знаете вот так вот да как бы отрезая чекание слова и там у меня музыкальный слух просто очень развита есть и я прям слышала вот эту вот интересную красивую речь и прям наслаждалась и так вот для нас женщин которые мы и славянки женщины амазонки что нам нужно делать я не считаю нужным следовать призывам тех мастеров которые говорят что надо перестать быть активной перестать делать определенные какие-то менять свое поведение я считаю что если вы от рождения уже активно все задержка была с интернетом если вы от рождения активны у вас есть я низкая энергия проявление я низких качеств не нужно их уменьшать нужно развивать в себе венерианские качества качество венеры творчество мягкости красоты и качество луны луна это любовь это кормление подпитывание питание да вот что такое луна то есть если вы красивая яркая амазонка становитесь более нежный мягкой более текучий и не значит то что нужно стало становиться да то есть вот отказываться от чего то то есть нам славянкам не подходит когда мы принижаем себя это не наша суть поэтому многие женщин происходит слом даже то есть какое-то время они да они потакают они живут они следуют этим принципам которые ведическим принципам которые озвучивают мастера а эти принципы прекрасно подходит для индийских женщин но не для нас поэтому я считаю это мое сугубо личное мнение что нашим амазонкам нужно развивать свою мягкость гибкость текучесть плавность и удерживать марсианские вот эти вот качества драйвовость пусть будет если вы умны прекрасно если вы или интеллектуальная женщина замечательно не надо бояться проявлять свой интеллект будьте вы если вы уже есть умная женщина умная драйвовая классно но обязательно занимайтесь женскими практиками поэтому интимная гимнастика это идет в помощь управление животиком вот у меня 24 числа даже 24 это уже будет у нас прям занятия уже откроется практики для работы с животом висцеральный самомассаж живота для девушек это знаете как говорят в английском this is a must то есть это обязательно обязательно девушкам владеть своим животом девушки дорогие молодые или мы не молодые независимо от семейного положения мы должны управлять своим животом это наша сила женская сила в животе поэтому узнавайте что это за курс посмотрите на страничке в инстаграм мне есть там объявление это одна из обязательных практик для того чтобы не было опущение органов для того чтобы у нас было правильное пищеварение красивая кожа лица чтобы не было прищиков кстати высыпание на лице прищики это тоже негармоничный марс видимо марсе говорим покраснение на коже марс это еще и кровь это мышцы масс представляет собой и иммунную систему а также жар огонь когда повышается температура марс энергия огня или пита выходит из равновесия это эмоциональность также поэтому зная каким образом можно гармонизировать и свое питание и знать свою конституцию это все согласно аюрведе мы можем и должны и специями управлять скажем характером мужа своего и естественно своей семьи ну давайте еще поговорим о марсе потому что сейчас мы приближаемся к самому интересному это к эмоциям и эмоциональности что делать когда эмоции зашкаливают да вот это вот как раз нам нужно с вами научиться хорошо значит по поводу марсара когда вы узнаете точную дату время час и минута перехода вашего марса точнее новый виток когда марсианского цикла у вас стартует что это означает это запуск новых действий то есть непосредственно вы начинаете строите план осознаете записываете это планируете записываете на листочки потому что марс это достижение целей у мужчин что важно результат марс это острие копье оружие это огнестрель все вернулись замечательно vpn выключился так что марс это есть острота скорость подвижность и достижение цели для нас для женщин у кого есть вот такие качества о чем я говорю нам надо развивать состояние процесса то есть не достижение цели как таковой это мужское качество а состояние и проживание процесса наслаждение вот этого пути то есть мы женщины процессуальны наслаждаться, чувствовать, проживать само состояние достижения этой цели. Вот если мы с вами будем таким образом жить, осознавать свои, вот девушки, мы знаем, допустим, мы там в горящую избу войдём, мы, осознавая, что да, если нужно, я это сделаю, но если рядом стоит мужчина, то мы можем унизить мужчину, поступая таким образом. Кстати, поставьте плюсики, кто с этим согласен. Да, ещё хочу сказать, что этот эфир я провожу с Краснодарского края. Об этой теме бы я не смогла говорить, находясь в Европе, потому что это очень такая щепетильная тема. И слава богу, то, что у нас можно говорить о женственности. Хорошо, ну давайте, скажите, интересно ли вам, я вижу, ага, вот, вижу одну, вижу плюсики. Интересна ли вам эта тема? Кому откликается эта тема? Девушки, кто здесь присутствует? Кто? Давайте так, амазонки. Есть ли среди нас амазонки? Кому вот, кто прям чувствует, что да, я драйвовая, я могу вот это вот всё делать? Григорию нравится, да, нравится, вижу плюсик. Анна тоже амазонка. Ну да, Аня, ты у нас амазонка, тут разные искусства, восточные, скажем, боевые искусства. И если это есть у нас, если вас тянет, я тоже помню, меня тянуло всегда. Казаки-разбойники, вот это всё было. Во-первых, что это значит? Это значит то, что прошлое воплощение, вспоминайте до трёх лет ваше поведение, до трёх, из трёх, там, раннее детство. Какие игры вы играли? Если вы играли, вот как я, казаки-разбойники, догонялки, мне было легко утром вставать полседьмого на пробежку, это всё означает, что предыдущее воплощение было мужским. То есть для нас это всё известно, и нам не составляет труда. Но в этом воплощении, коли уже мы обрели женское тело, нужно что делать? Становиться женщиной и развивать в себе женские качества. И мужчинам наоборот. У нас зачастую получается так, что мужчины рождаются иньскими и развивают в себе качества мужчины. А женщины у нас рождаются янскими, и опыт, жизненный опыт, нас как бы мы обретаем, должны обретать именно иньский, то есть женский опыт, то есть гармонизировать так, гармонизировать свой характер. Это касается именно нашего пространства, будем говорить, славянского пространства, потому что в Индии всё по-другому, как я замечала, на Востоке немножко по-другому. Поэтому то, что подходит нам, не факт, что подойдёт к другим странам, к другим народам. Ну что, давайте сейчас поговорим об эмоциях и что делать, когда зашкаливают эмоции? Прежде всего, что такое эмоция? Эмоция и чувства. Эмоция – это та, когда мы эмоционируем. Вот сразу сейчас представьте, что кто-то наступил на ногу в транспорте. Что вы делаете? Сразу же кто-то, ну, больно, да, или вообще наступил на ногу. На что идёт? Сразу изнутри и наружу. Оба! Да, то есть энергия, она изнутри вырывается наружу. Вот это и есть эмоция. Каждый раз, когда это происходит, когда мы выплёскиваем энергию, соответственно, мы энергию выплёскиваем, мы её отдаём. И, наоборот, для того, чтобы накапливать энергию, нам надо с вами научиться её направлять внутрь себя. То есть, несмотря на то, что кто-то наступил на ногу, мы начинаем исследовать и изучать себя. Это получается довольно хорошо, если вы начинаете заниматься йогой, и не фитнес-йогой, а именно настоящей йогой. Когда вы во время асан чувствуете, направляете внимание, то есть, вот это постоянное занятие йогой, оно даёт нам, развивает именно состояние осознанности. И если что-то происходит, скажем, идёт извне некий сигнал, то что такое эмоция? Сигнал, да, раздражитель. Вот, раз, раздражитель есть, эмоция сработала и всплеск. Для того, чтобы стать сильнее, мы начинаем учиться или уже начинаем чувствовать. Сигнал, раздражитель поступил, и мы вместо всплеска и взрыва наоборот поступил сигнал на несколько секунд. Мы начинаем прислушиваться именно в это время, то есть, мы расширяем или удлиняем несколько вот этих долей секунды между раздражителем и ответной реакцией. мы удлиняем вот этот вот промежуток времени. То есть, когда мы с вами не натренированы, раздражитель, и тут же ответная реакция, быстро. Когда мы начинаем подходить к жизни осознанно, понимаем, что не работает так, должно быть как-то по-другому. Кто-то вам сказал что-то, пришел сигнал раздражения, вы вместо вот этого столкновения остановились. Тишина. Где тишина? В уме тишина, в себе, в теле тишина, и во время этой тишины мы просто дышим. Вдох и выдох. Прямо несколько раз. Вдох и выдох. Прислушиваемся к своему состоянию. Когда мы просканировали тело, голову, обычно может быть ком в горле, может быть сердце в пятки ушло, может быть в почки, может быть вот здесь трясет. Слушаем, прислушиваемся, молчим и дышим. И после этого, когда мы с вами подышали, просто несколько секунд отдаем или выдаем то, что хотим сказать. Вот эта простая практика, она уже изменит вашу жизнь. Наша судьба зависит всего лишь навсего от этих нескольких долей секунд. И чем больше будет между ними промежутка времени, тем более вы осознанные, и тем меньше вы будете сожалеть о своей излишней эмоциональности. Ну, пример такой вот я сейчас приведу. Пример. На животном уровне сосиску собаки показала, сразу схватила. Вот это вот животный уровень или базовый уровень, или, может быть, детский уровень, конфету дал, сразу ребенок взял. Или дурак, сам дурак, понимаете, сразу вот такое. Когда мы уже понимаем, что животные инстинкты, скажем, я себя тренирую, это не для меня, тогда вам кто-то, оба, да, то есть претензию кто-то предъявляет, а вы не реагируете. Кстати, вот эту паузу, это не значит, что на 3 секунды ее можно растянуть, ее можно растянуть на 9 секунд, ее можно растянуть на час, и ничего не отвечать человеку. Кто-то предъявил претензию, а вы не реагируете. Кто становится в этой ситуации главным? Кто управляет процессом? Вот если вы ответили сразу, управляет процессом, тот, кто предъявляет претензии. Если вы не реагируете, вы тот, кто контролирует этот процесс. Скажите, понятно ли, я вот объясняю вот этот простой способ управления эмоциями? И это очень простая практика, но она невероятно глубокая, она очень мудрая практика. Практика ее еще можно, да, Аня, вижу, ее еще можно назвать досчитай до 9, то есть до того, как ответить на любой вопрос. Досчитайте до 9, и далее озвучивайте ваше решение, ваши мысли. Предельно ясно, да. Григорий, благодарю, Аня, благодарю. Друзья, ну что, в заключении хочу еще сказать, значит, сейчас у нас тема Марс в собственном доме, в Скорпионе. Много эмоций, много... Что такое Скорпион? Это, как я уже сказала, это огонь, это баня, это жарко, 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 понимаете? Но Скорпион это как раз тот знак, это знак перерождения. Марс это та сила, которая позволяет каждому из нас встать на ноги после падения. И падения у каждого в жизни бывают, поэтому именно имея вот это качество Марса, хорошее, такое преданное, настойчивое, целеустремленное качество Марса, имея в себе, развивая его, мы всегда поднимемся на ноги и продолжим свой путь, где бы мы ни находили. Что делать, чтобы развивать такой Марс? Регулярная практика. Тут, в принципе, секрета нет. Регулярно. Регулярная практика. В моем случае это Агнисара, Наули, Капалабхати, дыхательные практики. Поэтому приглашаю вас, кто еще не был на курсе, на курсе Наули, приходите. Давайте я покажу, как выглядит вот эта вот практика. Сейчас я найду, чтобы вы просто увидели, потому что это практика раскрытия внутреннего огня. практика. Практика. Вот она. Давайте посмотрим. Вот это все. Это все есть практика раскрытия и расширение внутреннего огня, пищеварения. Это есть чакра. Здесь мы энергетические центры. И первый, второй, третий центры. То есть сексуальность, желудок, пищеварение, управленческие способности. Сексуальность связана напрямую с финансами. Так, как мне выключить? Ага, все. Поэтому, дорогие девушки, когда, вот если опять среди нас есть амазонки, а в моем окружении их много, вот эту свою энергию, энергию, которую, знаете, как мы, мы иногда много энергии, допустим, спортом не занимается девочка, а надо ей куда-то ее слить. На кого? На ребенка, на мужа, на кого-то. То есть вот, если у вас есть такое или с какой-то ноги в Сталине, то вот сейчас вот Марс в Скорпионе, сейчас, допустим, это эмоциональное время. И тогда делаем Агнисару, Наули, Капалабхати. Вот эти все практики, они этот Марс трансформируют. То есть проявляйте этот Марс. Девушки, еще каким образом можно свой Марс, у кого он яркий, амазонский такой, шинковать капусту, готовить, жарить, духовка, огонь. Кстати, Марс на санскрите это мангалам, мангал, это Марс. Понимаете? Так что вот этот, у кого сильный Марс, гармонизация Марса, сейчас вот в основном я говорю для девушек, у меня публика, аудитория женская, готовим, зажигаем свечи регулярно. Когда эмоции поднимаются, идем в баню. Так и говорят, иди в баню. Правильно, чтобы смыть это с себя все, потому что в баню ходили. Душ принять, это тоже очень хорошо. Регулярные практики Агнисара, Наули, работать со своим животиком, это очень важно. И практику, которую я дала, досчитать до девяти. Практика управления своими эмоциями. Невероятно легкая, но благодаря тому, что вы даже просто эту практику будете выполнять, ваша жизнь изменится в корне. Ну что, я вас благодарю за участие. Делитесь этим эфиром, если вы посчитаете его полезным. Делитесь со своими близкими, со своими амазонками, подружками. А также мужчины, своим женам, кто у нас амазонки, пусть девушки увидят, узнают способы гармонизации, приходят на курс Наули, стартуют уже очень скоро. Поэтому не откладывайте это на потом. Свое собственное здоровье, вообще наше здоровье, начинается с живота. Вот. А мы с котик Атофеичем желаем вам доброй ночи и всего самого хорошего. Все. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok